МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Охранение исторической памяти и поддержке волонтерства в России. Голосование по поправкам уже вышло на финишную прямую, до закрытия участков осталось меньше полутора часов. Если вы еще не сделали свой выбор, предлагаю поторопиться и принять участие в этом историческом событии. Ведь времени осталось немного. Одна из поправок касается исторической памяти России. Ее цель – не допустить фальсификации истории страны, в том числе защитить от искажения подвиги нашего народа во время Великой Отечественной войны. Какие изменения вносятся в Конституцию? Основной документ страны дополняется статьей 67.1. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умоление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. У меня в гостях руководитель регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай, вы проводите огромную работу с молодежью и, конечно же, я думаю, работаете над изучением истории нашей страны. Как относится молодежь к этому? Ну, это два стержня. В плане воспитания патриотизма мы основываемся на двух стержнях. Это изучение истории и географии нашей страны, нашего многонационального народа, традиции нашего многонационального народа. Именно на этих базисных точках мы и занимаемся патриотическим воспитанием. Молодежь относится достаточно хорошо к этому. И, в принципе, в последнее время мы видим отклик у нее именно по изучению географии, изучению истории, изучению культуры, традиций народов Российской Федерации. Но в то же время мы обратили внимание на то, что нужен определенно другой подход, несомненно, другой подход к нашей молодежи. И больше, скажем так, интересом пользуется то, что можно воспроизвести в интерактивном формате, то, где молодежь сама может принять участие, то, что им близко с использованием компьютерных технологий, с использованием различного рода именно практических каких-то задач, решения этих задач в плане исторической, поиска исторических каких-то артефактов, участия в экспедициях. Эти форматы, они заходят на ура и пользуются большим спросом, да. И вовлекается больше молодежь в них. Спасибо большое. Прямо сейчас с нами на связи Дарина Яранцева. Она уже готова рассказать, как проходит голосование на одном из участков в Тюмени. Добрый вечер, Евгений. До окончания голосования осталось чуть меньше двух часов. Сегодня весь день наша съемочная группа ездит по разным участкам и смотрит, как проходит голосование. И что хочу сказать. Везде строго соблюдаются правила безопасности. Людям выдают одноразовые перчатки, маски, есть антисептики, специальная разметка, чтобы люди соблюдали дистанцию, измеряя температуру. Только наши съемочные группы измерили температуру больше семи раз. Ну, все правила соблюдаются. И на этом участке мы сейчас находимся в Тюменском индустриальном университете. И рядом со мной председатель участковой избирательной комиссии, Костичева Ирина Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот сейчас уже можно подводить какие-то итоги. Скажите, насколько активно люди шли голосовать? Вы знаете, мы приглашали людей проголосовать в течение семи дней. Сегодня седьмой день, окончательный. Люди шли. Чаще всего шли выходные дни, потому как нет рабочего времени, поэтому все подходили и голосовали. Больше всего именно выходные проголосовали. Сегодня идут очень активно. Население очень празднично воспринимает это голосование. Негатива никакого здесь не было. То есть мы очень рады, что население наше поддерживает именно голосование за поправки. Ну, сейчас осталось чуть больше часа до окончания голосования. Кто старается запрыгнуть в последний вагон паровоза? Какая это категория людей? Вы знаете, это любая категория. То есть все жители. Вот вчера у нас уже без пяти, восемь, четыре человека заходят и начинают голосовать. То есть в последние минуты после работы успевают проголосовать, чтобы отдать свой гражданский долг. Ну, в этом году можно было проголосовать и дома, и на даче, и даже у себя на работе. Скажите, пожалуйста, вы тоже выезжали? Вы знаете, у нас, да, выезжали наши члены комиссии. Голосование проводилось вне помещения, на дом. Выезжали даже в другой район, потому как люди не всегда находятся дома, но очень хотели проголосовать. И мы выезжали туда. Спасибо. Мы дали свои голоса. Спасибо вам большое, спасибо. А я напомню, что чуть больше часа осталось до закрытия участков. У вас еще есть время сделать свой выбор, Евгений. Спасибо большое. Напомню, с нами на связи была моя коллега Дарина Яранцева. Она рассказывала, как проходит голосование на одном из участков Тюмени. Но мы возвращаемся к нашей беседе. Вы начали говорить о том, что молодежи интересная история. Но вот такая веха истории, как Великая Отечественная война, как именно к ней относятся они? Это та веха истории, ну, естественно, о которой не нужно забывать. Есть такое выражение о том, что как только мы забудем эту войну, обязательно начнется другая. И наша задача – сохранить эту память и пронести ее. Мы действительно последнее поколение, которое видит живых тиранов, которое может услышать в них рассказы об этом, которое может прикоснуться к этим артефактам, участвовать в поиске павших бойцов, которые еще до сих пор не захоронены. И нам это важно, нам это нужно делать. Молодежи есть интересы, есть, ну, не такой обширный, конечно, как хотелось бы, но все же он поднимается, он просыпается. И волонтерское движение, в частности, «Волонтеры Победы» уже длительное время пытается через историю собственной семьи каждого молодого человека пытаться погрузить его в историю тех событий. Нет в России действительно такой семьи, где это бы война не затронула ее. У меня у самого несколько родственников, которые принимали участие, прадеды мои принимали участие в Великой Отечественной войне. Есть танкист, который горел в танке, есть артиллерист, который прошагал три года на войне. Есть прадед, который пропал буквально без вести, пропал через четыре месяца после того, как ушел добровольцем на фронт. И то есть его до сих пор как бы мы даже не нашли. Поэтому мы ищем, мы стараемся, мы находим документы, пытаемся найти в братских захоронениях и так далее. Пытаемся помочь нашим товарищам из поискового движения, из экспедиционного центра, которые обнаруживают бойцов, поднимают, и им удается их опознать для того, чтобы максимально распространить эту информацию через молодежные сообщества, международные. Мы пытаемся найти родственников тех бойцов, которые тогда служили и которые там были обнаружены. Вот, допустим, недавно мы искали родственников летчика из Армении, но, к сожалению, пока не удалось обнаружить, но мы не теряем попыток, потому что известен адрес его для того, чтобы передать останки героя туда, на родину. Огромная работа проделана, но для чего все это делается? Поправки, которые предложены, они направлены на то, чтобы не допустить фальсификации истории. Чем она так опасна? Вы же правильно сказали о том, что у нас поправки, но они не акцентированы на истории именно Великой Отечественной войны, то есть поправки вносятся для недопущения вообще фальсификации истории государства нашего. Дело в том, что мы видим примеры и прецеденты видим в современном мире, когда, манипулируя конкретным историческим периодом, пытаясь повернуть его результаты, либо его предпосылки в нужную для себя сторону, государство разыгрывает свои геополитические интересы. И вот сейчас разыгрывается карта, историческая карта Великой Отечественной войны, Мировой войны, Второй мировой войны, предпосылок к этому. Мы не знаем, какую следующую карту попытаются разыграть. Возможно, это события 90-х годов, возможно, события, связанные с войной в Афганистане через некоторое время. И поэтому это, конечно, действительно важная поправка, которая закрепляет, прям очень жестко позиционирует наше государство, мировом сообществе и в его желании нашего государства закрепить статус геополитический и не допустить фальсификации истории в интерес и угоду любым другим сообществам, либо государственным, либо коммерческим, либо еще каким-то. Вот про это и продолжим сейчас говорить. Уже не первый год в странах Европы пытаются принизить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Где-то даже переворачивают историю и выставляют освободителей оккупантами. С 2014 года на территории Польши по решению и при поддержке властей было снесено в общей сложности около 100 памятников советским воинам. В Латвии придерживаются той же политики. В ноябре прошлого года в Риге снесли памятник советским героям-подводникам Балтики. Инциденты с советскими памятниками регулярно происходят и в Эстонии. Причем началось это давно. 13 лет назад в Таллине демонтировали бронзового солдата. Это вызвало волну протестов. Причем не только в России, но и в странах СНГ. Вы слышали об этих фактах? Я слышал и об этих фактах. Я слышал о том, что в некоторых странах находятся активисты из числа даже местных жителей, из числа наших граждан, которые остались там проживать на их территории, которые все-таки поддерживают, ухаживают за памятниками советских воинов. Да, это, конечно, несомненно, это вопиющие факты. И перечислили Польшу, Эстонию. У нас есть еще и поближе соседи, где также уничтожаются памятники. Недавно Борелев Жукову был уничтожен. Причем не при поддержке народа, а при, скажем так, попустительстве власти. И отдельно взятые группы лиц, которые националистического толка придерживаются деструктивных этих течений. Согласен с вами абсолютно о том, что эта тенденция, она набирает обороты все больше и больше. Но в то же время стоит рассматривать действительно вот эти попытки уничтожения памятников и вообще все истории, перекраивание истории, как попытку повлиять на процессы, связанные с современностями, с современной геополитикой, повлиять на Россию, на мировое арене. Ну и, возможно, выстроить свои какие-то, может быть, даже приземленные какие-то финансовые интересы, построить на будущее. Вы говорили об активистах, о которых слышали. Прямо сейчас нам удалось связаться с одним из лидеров тогда, в 2007-м, общественного движения «Ночной дозор», созданного в Таллинн, для защиты бронзового солдата. Дмитрий Линтер сейчас присоединится к нашей студии. Дмитрий, возвращаясь назад к тем событиям, как вообще могло получиться, что бойцы, освобождавшие город от фашистов, стали вдруг оккупантами? Когда мы говорим об оккупации, врагах или вот этом нарративе, который так моден на протяжении уже последних 10-15 лет в западном эстеблишменте, определенным кругом, то есть это такие крайне правые ребята с неоносильской направленностью, они как раз говорят о том, что Советский Союз и Красная Армия были оккупантами и оккупировали как Прибалтику, так и страны Восточной Европы. И этот нарратив достаточно четко двигает уже на протяжении многих лет. Я напомню, что уже в 2004-2003 году было несколько решений европейского стоп-права человека, которые утверждали в своем решении о том, что Советская Армия являлась оккупационной, в том числе для Эстонии, Латвии и Литвы. Соответственно, все наши ветераны, все наши военнослужащие, которые каким-либо образом были причастны к действиям боевым на территории Прибалтики, с точки зрения в том числе и определенных западных ценностных моделей, являются оккупационными силами, которые давили демократию, права человека, душили свободу. Для нас с вами, наши деды, наши прадеды, наши предки, являются теми, кто совершал свой долг, поддерживал, нес вот эту вот ношу великих потерь, великой боли. Ведь эта вот боль, да, Великая Отечественная война, до сих пор отзывается вот в наших семьях. У меня бабушки обе блокадницы, и я помню их вот эти вот разговоры и подсказы. Вот, поэтому, конечно, это для моего поколения, ну, возможно, еще для даже каким-то образом поколения моих детей, это еще каким-то образом является близкой ценностной моделью. Для тех людей, кто уже идет за нами, это уже некий такой миф, некая такая история, которая уже где-то как-то так далеко. И вот этот миф, вот эта вот история, которая в западном наразии, в западно-ценностной модели продвигается, это история о том, что мы с вами, наши предки, люди, которые принесли мир на землю Прибалтики, в Восточную Европу, они являются компантов. В той же Прибалтике есть свои ветераны, участники войны, которые воевали в рядах Красной Армии. Как такое возможно? Дмитрий? Я расскажу одну историю, которая является правдивой. Она, к сожалению, имела место, ну, относительно недавно в Эстонии. Есть у нас, я не буду называть фамилию, есть у нас один очень, ну, ветеран. Значит, и в какой-то момент он должен был ехать в Великие Луки для того, чтобы, значит, я напомню, что Красный Истанский Струковый Корпус был одним из тех подразделений, которые участвовали в освобождении Великих Лук. Соответственно, бойцы двух этих подразделений, до сих пор некоторые ветераны, слава богу, дай бог им здоровья, они до сих пор еще живы и могут каким-то образом принимать участие в торжественных мероприятиях, в том числе Псковскую область, которые проходили. И вот в одно из таких мероприятий, которые пригласили псковичей, значит, которое было в Великих Луках, значит, этому ветерану позвонили люди из Истонской спецслужбы, пригласили его, значит, к себе на беседу. Он эстонец, он достойный еще человек. Значит, они сказали, что мы не заберем у вас много времени, мы хотим вас просто привезти к нам, хотим побеседовать на пару слов. Совсем не надо. Значит, они его забрали, значит, привезли к себе, значит, разговаривали с ним, ну, и, в общем, заканчивали, зачем вы туда едете, вот в Великие Луки, зачем вы хотите участвовать, для чего вам это надо, поддерживали эту оккупацию, этот миф, там, подобные вещи. Ну, он достаточно где-то боевой, достаточно резко ответил. Они сказали, ну, сказали, у вас наград-то много от красных? Он говорит, достаточно. Он говорит, китель тяжелый, эти молодые эстонцы, он, значит, спецслужбист. Он говорит, да, он говорит, смотрите, не даритесь, когда поедете. Это к тому, что дед плакал после этого, значит, не буду рассказывать детали, но это вот такое отношение. Но разве это не переписывание истории? Разве это не попытка перевернуть все с ног на голову? Смотрите, что такое переписывание истории? История есть как академическая наука, и там, скажем так, фактура просто фиксируется, фиксируются те или иные факты, но есть история как идеологическая наука. Напомню, что в советское время, понимая важность идеологии, большинство директоров в школах были учителя истории. Но у нас с вами, теми людьми, которые живут на постсоветском пространстве, есть то, что нас паяло, то, что у нас не отнять. Это та жертва, это та сила и та мощь, которая была нами почувствована, нашими предками, и нам передана во время Великой Отечественной войны. И мы являемся потомками тех людей-победителями, сами по себе являемся носителями этой памяти. И, конечно, мы воспринимаем изменения политической конъюнктуры, которая на протяжении 20 лет, а это уже практически даже не конъюнктура, это идеологическая программа по уничтожению вот этой спаянности, вот этого интернационала, людей, спаянных единой победой, единой памятью о войне. Вот уничтожение вот этой единой памяти является основным двигающим нарративом, основной двигающей модель уничтожения западных стран по уничтожению нашего единого идеологического и государство образующего пространства. И именно поэтому внесены поправки в Конституцию, которые прямо указывают на то, что нужно отстраивать историческую правду. Другое дело, что, конечно, юридический термин «Историческая правда» достаточно такой размыт, но в любом случае нужны хоть какие-то у нас, я так скажу, это запоздалое решение, хотя, слава богу, что оно сейчас есть. В этом контексте я, конечно, поддерживаю. И, конечно, демонстративное уничтожение памятника Конева в Праге, уничтожение других памятников на постельском пространстве, демонстративное, наплевательское отношение к тем, что для нас является очень ценным и святым практически. То есть это вот память, которую мы с вами, ну, со слезами глаза храним, потому что мы понимаем, какая за этим стоит боль, потеря и сила, которая потом пришла, когда мы начали понимать, что мы победили в самой жестокой, самой ужасной войне, которая была за историей человечества. И, конечно, когда говорится в известной песне о Великой Отечественной войне, это паразит со слезами на глазах, так и есть. Да, со слезами, но и с надеждой. И вот эту надежду у нас хотят украсть, у нас хотят отобрать, и, конечно, несение поправок, как раз вот эту надежду делает более, ну, скажем так, стабильной уверенностью. Спасибо большое, Дмитрий. Я напоминаю, это было включение и Сталина. Мы продолжаем обсуждать поправки в Конституцию, которая касается сохранения исторической памяти. Николай, ваше мнение, поможет ли эта поправка поставить точку в этом опросе, фальсификация истории? Она поможет не допустить дальнейшего продолжения и эскалации этого процесса. Поправки, они многие взаимосвязаны между собой. И еще одна есть поправка, которую мы тоже слышали, и она тоже является основной из центральных. Это связанное с запретом отчуждения территории государства. Это как раз следствие или даже в знак тождественности можно поставить с поправкой о недопущении искажений, фальсификации истории, потому что пересмотр событий мировых войн ведет к тому, что через некоторое время может возникнуть вопрос, вы вроде как бы участники этого процесса, но вроде как бы не сильно большой вклад вложили в Советский Союз, Советский народ и правоприемник Россия. Может, все-таки островами поделитесь или одну область какую-то, которую передадите в Европу, оставите ее, мы обратно переименуем, таблички поменяем. И чтобы таких вопросов больше не возникало, вот эти две поправки, они закрепляют и вот на этом должны как бы остановиться. Другой вопрос. Можно ли патриотизм привить законом, который принимается, недопущением фальсификации истории? Я не думаю, что ставится такая задача именно вот этой поправкой, сразу нарастить патриотический потенциал. Скорее всего, это больше юридический механизм, который позволяет оперировать самому государству, но и гражданам чувствовать более такую, скажем так, опять же, и роль, и мощь государства, и гордиться этим, и дальше наращивать ее, продолжать. У нас было несколько экспедиций с воспитанниками центра и юноармейцами, мы выезжали. Выезжали, получается, в прошлый год у нас был как раз Курильские острова, а до этого внешние острова Финского залива, где сам макарагеография. И вот понимаете, да, это действительно мощь, это наша земля, мы ее не отдадим никуда. Это правильная позиция. С нами сейчас на связи депутат Государственной Думы Николай Брыкин. Обсуждение вопроса мы продолжим с ним. Николай Гаврилович, здравствуйте. Госдума подробно обсуждала перед принятием те поправки его-то защиты исторической памяти. Вроде все понятно, но что даст появление этой статьи? Это говорит о многом. Первое. Давайте, вот я пример просто приведу. Вот, являясь, значит, членом российской парламентской делегации ОБСЕ, в 19-м году, в 18-м году, прошу прощения, значит, заговорку, группы депутатов наших, в том числе и я, мы вносили декларацию, резолюцию, чтобы у нас прошла в Люксембурге о вопросах герметизации фашизма. Где прописывали о том, какой ценой досталась победа, историю как нужно, как бы, помнить. И все факты приводились. И вы что думаете, из 50 срам участниц ОБСЕ, миссии, ее поддержали? Нет? Ее снесли. Вот для чего нужна эта поправка? По крайней мере, для нас внутри. И она необходима для того, чтобы и все поколения гордились, значит, тем, что мы живем в такой стране. Другого я не вижу здесь. Ну, вы не только депутат, вы еще и председатель правления защиты отечества, коллеги ваши, которые занимаются патриотическим направлением, как относятся к поправкам, вы обсуждали? Вы знаете, мнения абсолютно разные, но почему именно разные? Не потому, что они не согласны. Вот кто-то хотел бы вообще усилить. Поддержка, наверное, я уверен, не буду забегать вперед, именно изменение Конституции в части 67-ю статью, она будет основополагающей для того, чтобы люди пришли и проголосовали за изменение. Спасибо большое. Ну, а прямо сейчас мы уже готовы связаться с председателем избирательной комиссии Тюменской области Игорем Халлиным. Он расскажет последние данные по явке на голосование по поправкам Конституции. Добрый день, уважаемые тюменцы! Избирательная комиссия Тюменской области подчеркивает, что завершается основной день общероссийского голосования, он же итоговый, 1 июля 2020 года. Осталось совсем немножко времени, чтобы тем, кто не успел это сделать чуть раньше, чтобы подойти на участки для голосования, чтобы посетить их, чтобы прийти к ящикам для голосования и выразить свою волю по поправкам Конституции Российской Федерации. Явка, которая у нас считается предварительной и больше итоговой, на 18 часов местного времени составила 73,46%. Тюменцы, как вы видите, были достаточно активны. 828 тысяч 950 человек пришло на участки для голосования. Это очень хороший результат, и впереди у нас еще есть немножко времени для голосования. По-прежнему в штатном режиме работают комплексы обработки избирательных бюллетеней, наши камеры видеонаблюдения, и на участки для голосования шли и идут люди семьями. Идут люди, которые голосуют впервые, им вручаются дипломы, достаточно хорошо оформленные, это действительно память, это действительно история. Идут и люди, которые голосовали уже давно и приняли участие ни в одних выборах и ни в одной кампании. Я приглашаю вас сделать свой выбор, я приглашаю вас на участки для голосования. 1 июля, очень важный день, важного исторического события завершается. Окончательные итоги мы огласим завтра утром 2 июля 2020 года, ориентировочно в 10-11 часов дня. Мы продолжаем телемарафон «Конституция-2020» и одна из основных тем – это сохранение истории нашей России. Память о героях Великой Отечественной войны живет не только в сердцах потомков или на страницах учебников, но и в названиях улиц. В Тюмени их более 30 – Александра Матросова, Валерия Грановской, Ивана Федюнинского и другие. За каждым именем стоят великие подвиги. Подробнее в следующем материале. В Тюмени немало улиц, названных в честь героев-земляков. Например, улица Прокопия Артамонова, что в микрорайоне Тюменский. Прокопий Семенович трудился бригадиром в колхозе имени Фрунзе Викуловского района. За высокие показатели в аграрном труде ему было присвоено звание Героя социалистического труда. По соседству находится улица Василия Гольцова, работавшего там же председателем. Благодаря ему колхоз имени Фрунзе в 1950 году стал первым в области колхозом-миллионером. Здесь же, в Тюменском микрорайоне, улица Станислава Корнацевича. С 1923 года он был главным врачом детской городской больницы. В 1941 ушел на фронт. Прошел от Вязьмы до Кенигсберга. Станислав Иосифович получил три боевые медали и орден. Еще один адрес победы – улица Тимофея Чаркова. В сентябре 1943 года младший лейтенант Чарков со взводом в числе первых переправился через Днепр и в течение двух суток удерживал занятый рубеж. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза. На карте города увековечена память еще об одном легендарном нашем земляке. Сквер вдоль улиц Севастопольской и Рижской носит имя Якова Николаевича Неумоева – кавалериста, коневода и просто замечательного человека. Тюменский ипподром – историческая достопримечательность. Почти 150 лет назад его создали местные купцы. А в середине прошлого века ипподром чуть не канул в лету. Тогда грудью за лошадей и людей встал Яков Неумоев. Большинство ипподромов страны, практически все, были вынесены за городскую черту. И именно Якову Николаевичу мы должны быть благодарны, потому что он был герой Советского Союза. Перед ним были открыты все двери. Этому переносу он воспротивился. И, к счастью, мы ипподром сейчас наблюдаем. Родился Герой 17 января 1907 года в деревне Трошино у Ватского района. Окончил семилетку и до армии трудился в колхозе. Затем вернулся на родину. Вскоре целеустремленного сибиряка избрали председателем колхоза, который пришлось ставить на ноги. В первые дни Великой Отечественной Яков Николаевич ушел на фронт. Командовал эскадроном 28-го гвардейского кавалерийского полка. В 44-м за героизм и мужество Неумоеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Чуть ранее нашему земляку вручили орден Красного Знамени еще за один подвиг. Причем интересен такой факт, его эскадрон форсировал Березину как раз в том месте, где в 1812 году бежало войско Наполеона. Это было использовано в политической работе и было принято с воодушевлением. Кроме того, Неумоев был достоин необычной награды именной серебряной шашки Буденова. Однажды мне довелось держать ее в руках. Это оружие Яков Николаевич не хранил на полке, а использовал в бою. Признаюсь, от осознания этого захватывало дух. Шашку герой подарил музею. Если присмотреться, можно увидеть на ней зазубрины и следы многочисленных заточек. Ножное оружие украшено серебром и именной надписью. Неумоев же в апреле 1945 года одним из первых советских воинов встретился на Эльбе с нашими союзниками, американцами. А в 1990-м, когда праздновали очередной юбилей победы, Неумоева пригласили в Москву. В столице он вновь увиделся с бригадным генералом США, с которым они побратались на Эльбе. После войны бравый кавалерист возглавлял ипподром, активно занимался с молодежью. За особые заслуги в развитии народного хозяйства города, активное участие в общественной жизни и в честь 30-летия победы в мае 1975-го Якову Николаевичу присвоили звание почетный гражданин города Тюмени. В 2018-м в Тюменском ипподроме открыли мемориальную доску памяти легендарного земляка. 2020-й президент объявил годом памяти и славы. Исполнилось 75 лет со дня Великой Победы. Отпраздновать с размахом 9 мая помешала пандемия. Тем не менее, прошло множество патриотических акций. Вся страна почтила память героев. Ветераны также не остались без внимания. Настоящие парады организовали прямо под их окнами. Получилось ли таким образом осоздать атмосферу праздника в Тюмени? Конечно. Участие в этих акциях, хотя они проходили в онлайн режиме в сети интернет, конечно, придало определенный дух нашим людям, нашим гражданам. И до сих пор я даже ухожу, когда на балкон из дома вижу в соседнем доме, в этих окнах до сих пор находятся эти аппликации. «Вечный огонь, 9 мая». И люди не снимают, оставили. И много портретов было ветеранов именно в окнах. Виделось, что зажигали свечи. Само 9 мая мы проводили как раз вот эти, вместе с личным составом центра, аванпост, выпускниками, с воспитанниками и с курсантами системы подготовки к военной службе в муниципальных образованиях. Проводили парады у домов ветеранов. Не было ни одного негативного отзыва. Все понимали, что это такая хорошая возможность именно поздравить. И если ветеран не может прийти на парад, то парад приходит к самому ветерану. Эти акции были организованы совместно с сотрудниками Росгвардии, управления Росгвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Тюменского военно-инженерно-командного училища, за что коллегам, друзьям и товарищам отдельное большое спасибо. Реакцию ветеранов мы видели, но что чувствовали ребята, когда они проходили вот таким парадом? Это действительно была честь. И даже мы обратили внимание, что немножко по-другому воспринималось, потому что прохождение торжественным маршем, да, это массово, это значимо, это масштабно, но здесь это все проходило более как бы трогательно, более близко. И эти глаза, действительно, эту реакцию ветеранов, они не забудут и сохранят в себе. Я предлагаю сейчас вспомнить, как Тюмень праздновала День Победы. День Победы. День Победы. День Победы. День Победы. День Победы. Субтитры подогнал «Симон» Я неспроста спросил до этого, что испытывали ваши ребята, когда проходили парадом. Потому что, как мне кажется, чем старше поколение, тем трепетнее оно относится к этому празднику, к Дню Победы. Как вы считаете, может ли этот праздник в дальнейшем вообще пропасть? Потому что многие сейчас его воспринимают как просто возможность выехать на шашлыки, на пикник. Нет, праздник не пропадет никогда. В этом я абсолютно уверен. Это слишком большая цена нашего народа была, которую заплатили за победу. И она сохранится еще на многие и многие поколения. Дай Бог, чтобы не было повторения этих событий, этой такой кровопролитной войны. Но мы на своем... Вот наше поколение, по крайней мере, постарается сделать все, чтобы максимально передать и дать эту возможность прикоснуться к этой памяти следующим поколениям, нашим воспитанникам. Мы будем заниматься архивами, будем заниматься изучением истории, будем выезжать в экспедиции до тех пор, пока будет возможно. И пытаться донести как можно большему количеству нашей подрастающей молодежи, именно передать эту память. Если мы не научим наше поколение любить свою родину, обязательно найдутся те, кто научат их ее ненавидеть. Хорошие слова. Несмотря на пандемию, парад в честь 75-летия Великой Победы войдет в историю как один из самых масштабных. Более 14 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц исторической и современной военной техники. Кстати, некоторые образцы были впервые продемонстрированы на Красной площади. В столицу на парад Победы прибыли воинские подразделения из 13 стран и главы дружественных государств. Несмотря на смену даты, в этом году праздник прошел с небывалым размахом. Ведь спустя десятилетия в России помнят о подвиге советского народа. Именно об этом заявил Владимир Путин перед началом Парада Победы. Глава государства подчеркнул, что отстаивать историческую правду и сохранять ее для потомков – это долг перед настоящим и будущим. Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье. Они боролись и трудились по законам мужества и единства. Наш долг – помнить об этом. В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать. Передать нашим детям, внукам и правнукам. Вы уже говорили о том, что ваши ребята участвуют в поисках бойцов, которые полегли на полях боев Великой Отечественной войны. Что они испытывают, когда они находят какие-то вещи? Основная задача наших экспедиций, именно учреждения, да, центра – это поиск объектов военно-технической истории и фортификации. Описание их. Естественно, они, когда обнаруживают какую-то действительно стоящую вещь, пытаются восстановить не только кому она принадлежала, но и вообще саму технологию применения. Допустим, мы раскапывали, находились на местах финских укреплений, где были обнаружены бочки из-под горюче-смазочных материалов. И путем сопоставления пробоин удалось установить, что финны использовали эти бочки в качестве простейших пламя-гасителей для зенитных установок. И первые выстрелы производили через них, чтобы не демаскировать орудия. И вот составить топографическую съемку, съемку сверху при помощи квадрокоптера, да, это действительно, ну, интересно, это увлекает, это делают эти подростки, делает это молодежь, которые принимают участие в этих событиях, этих мероприятиях. И, ну, это важно, это интересно. Спасибо большое. Вы делаете огромное дело. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Но мы продолжаем. И я должен сказать, что большой вклад в сохранение памяти вносят действительно поисковики. Они ведут большую работу по поиску и перезахоронению останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. На очередном заседании депутаты Городской думы приняли решение посмертно присвоить звание почетных гражданин города Тюмени легендарному руководителю поискового движения Артуру Ольховскому. Он был отличником в сфере молодежной политики, награжден медалями Министерства обороны, почетной грамотой президента России и другими. Артур Ольховский умер 23 декабря на 53-м году жизни. В поддержку его кандидатуры на присвоение высшей награды в городе было направлено множество писем, в том числе от телекомпании «Тюменское время». Артур Ольховский свою жизнь посвятил поискам бойцов Великой Отечественной войны. Он с трепетом относился к каждой вещи, которая хранила историю тех событий. Предлагаю посмотреть материал об Артуре Ольховском. Сегодня подняли, ну, значит, 13 солдат. Это очень мало. Надо постараться, ребятки. Осталось два дня, поэтому давайте соберемся с силами, наберемся терпения и поработаем. Понятия «поисковики» фамилии Ольховский в Тюмени давно стали синонимами. Первый раз в экспедицию Артур Ольховский попал случайно, еще в 1989 году. С тех пор каждую весну он ездил на поля сражений в Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Поднимал останки бойцов, которые десятилетиями считались пропавшими без вести. И всегда в поездках с ним были дети. Мы все равно стараемся прививать высокую нравственность, культуру. Да, то есть там мальчики ухаживают за девочками, девушки ухаживают за мальчиками. Поэтому для меня вот это самое главное, чтобы они оставались людьми и чтобы 9 мая не напивали скламинушку и не писали на машинах, можем повторить. Из несмышленных мальчишек и девчонок он делал у настоящих патриотов своей страны. Талантливый педагог Ольховский умел найти подход к любому. Его детище – это республика неугомонных. Девиз организации под стать – буйная натуре руководителя. Да здравствует ветер, который в лицо. Чтобы ощутить эту стихию, некоторые даже шли на хитрость. Так как я пришла туда уже после 11 класса, когда все остальные выпускники, 11-классники выпустились, то я сказала, что я 10-классница. И в тот момент, когда я почему-то в учебном году начала по его догадкам пропускать школу, не ходить то ли на уроки, он сильно обеспокоился, очень переживал, думал, как мне помочь, как мне вернуть в школу, как мне вернуть семью. Но потом после разговора откровенного мы с ним выяснили, что на самом деле я действительно его обманула, но я не то что не ушла из школы, а я просто ее закончила в прошлом году. И уже через полгода я поехала на зимние выездные сборы в качестве комиссара, именно как неформального педагога. С 2013-го Артур Ольховский был депутатом Городской думы 6-го созыва. Там тоже пригодились его организаторские способности. Но все же от педагогики и поисковой деятельности он не отказался. За 33 года на полях сражений были обнаружены десятки тысяч различных предметов. Они и составили основу экспозиции. Музей в Тюмени появился уже после смерти Артура Ольховского. Артур Ольховский всегда говорил о том, что война не закончится тогда, пока не будет захоронен последний солдат. Он всю жизнь посвятил именно этому движению. Наш музей, он особенный. Здесь каждый предмет, каждый экспонат, он связан с конкретной историей. Это история наших дедов и прадедов, которые ковали победу. В этом году поисковики впервые за 33 года не поехали весной в экспедицию. По понятным причинам взяли паузу. Но, как и учил Ольховский, они не собираются сдаваться. Планируют отправиться на раскопки осенью. Мы продолжаем телемарафон «Конституция-2020». Напомню, мы обсуждаем поправки, которые предложены в основной закон страны. У меня в гостях председатель Совета Тюменского регионального общественного движения «Альянс социально ориентированных НКО», член Совета по развитию добровольческого движения в Тюменской области Михаил Мельцер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Спасибо. Перед тем, как перейти к обсуждению, я предлагаю познакомиться с поправкой, которая касается НКО, а также добровольчества. Конечно. Какие изменения вносятся в Конституцию? Статья 114, часть 1, дополняется пунктом о том, что правительство Российской Федерации осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики. Кроме того, правительство осуществляет меры по поддержке добровольческой, волонтерской деятельности. Михаил, какова роль НКО и волонтеров сейчас? За последнее время очень выросла, как мне кажется. Ну, на самом деле, вы совершенно правы, здесь даже нет сомнений. Если вообще мы посмотрим на общество, да, как таковое, то мы увидим, что всегда, даже в самые благополучные времена, есть определенные такие тонкие места, да, определенные социальные болезни. И государству решать каждую вот такую точечную проблему сложно, бизнес не идет в такие точки, потому что, ну, нет прибыли. Вот. И вот как раз там, где есть такая необходимость, проблема бедности, проблема, допустим, профилактики употребления психоактивных веществ, да, и вовлечения вот проблемам молодежи в этот процесс, военно-патриотические, экологические и так далее, и так далее. Вот эти вот тонкие, сложные места, где требуется уникальный, индивидуальный и точечный подход, вот там, на переднем крае, как раз оказывается НКО. Потому что гражданские активисты, мои коллеги, они работают не по регламенту, чтобы надо его исполнить, и не за деньги, чтобы получить прибыль. Они работают, чтобы решить проблему здесь и сейчас. А поскольку мы столкнулись с совершенно мощным и удивительным в плане своего масштаба вызовом, да, вот пандемией и вот этой вот всей ситуацией в экономике, то, разумеется, нагрузка на НКО возросла. То есть гораздо больше людей нуждаются в поддержке, и очень часто НКО оказывают помощь даже государственным учреждениям. То есть, если посмотреть на крупные проекты, благотворительные, волонтерские, то волонтеры наравне, даже впереди, так сказать, оказывают вот эту вот поддержку людям. Это очень значимо и, наконец, высветило вот действительную значимость некоммерческого сектора, общественных организаций для общества. Решать проблемы здесь и сейчас, там, где они есть. Но в то же время у самих волонтерских организаций НКО есть какие-то и свои проблемы, которые нужно решать. Поделитесь с нами. Ну, конечно, нагрузка выросла, и наряду с теми проблемами, которые они и были в некоммерческом секторе, да, то есть это, разумеется, проблема квалификации. То есть еще очень много и наших лидеров, и гражданских активистов, они очень нуждаются в обучении, в образовании, в том, чтобы вместе с желанием еще были и компетенции для того, чтобы делать какие-то вещи. Вот, проблема коммуникации, потому что, опять же, часто очень один гражданский активист или лидер НКО, он совмещает в себе огромное количество профессий, функций и так далее. То есть есть даже такая шутка, многорукий шиво-НКОшник, да, то есть он и директор, он и журналист, он и грузчик и так далее, и так далее. И вот большая системность работы, это сейчас стало еще тем более важным, потому что усилились проблемы, но и появились новые, потому что, конечно, когда бизнес попал в затруднительное положение, когда ухудшилось положение граждан, да, в связи с вот этой всей ситуацией, и НКО тоже, поскольку они зависят от фандрайзинговых сборов, от поддержки со стороны бизнес-структур, от проведения массовых мероприятий, благотворительных акций, уменьшилась возможность привлечения ресурсов в сектор. Но меня очень радует, что вот если, допустим, со стороны бизнеса часто слышно, что вот там мы закроемся, там еще что-нибудь такое случится, вот, то среди НКО такого вопроса вообще нет. То есть... Проблемы делают только крепче. Да, то есть мы работаем, работали и работать будем. И вот как раз о новых, которые начали работать. Волонтеры сегодня играют важную роль в жизни общества. Они готовы бескорыстно помогать другим и, как считают эксперты, должны участвовать в разработке государственных решений. Все больше молодежи приходит в ряды добровольцев. Так, в Тюменской области порядка 500 человек стали волонтерами Конституции. Предварительно все они прошли обучение, а после на протяжении всей информационной кампании рассказывали жителям региона о поправках, предложенных в основной закон страны. На что они направлены, раздавали буклеты, отвечали на вопросы. И, как отметил председатель избирательной комиссии Тюменской области, этот институт был задействован впервые. И, возможно, в будущем волонтеры станут привлекать к работе в последующих избирательных кампаниях. Насколько развито у нас гражданское общество в Тюмени, в Тюменской области? Ну, вообще, надо отметить, я много общаюсь с коллегами из других регионов России, очень многие ориентируются на Тюменскую область в плане того, как построена у нас государственная поддержка, как налажено взаимодействие между различными государственными институтами и некоммерческими организациями. Поэтому, конечно, у нас и волонтерство, и другие виды общественной деятельности, они являются примером во многом. Но я бы хотел здесь обратить внимание, и в Тюменской области это тоже развивается, что волонтерство можно разделить на две такие неравные части, да, с одной стороны. Вот внешняя часть айсберга – это как раз волонтеры, которые проводят какие-то акции, мероприятия и так далее. Но еще есть так называемое волонтерство компетенций, то есть оно называется пробона. Волонтерство – это юрист, который, например, бесплатно составит претензию или жалобу. Это психолог, который применит свои компетенции для того, чтобы помочь человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. Это бухгалтер, который поможет НКО, допустим, что-то сделать. В общем, это более такое профессиональное волонтерство, и оно сейчас тоже очень стремительно развивается. И на самом деле я считаю, что вот именно в этом направлении главная перспектива развития, потому что очень важно вовлекать профессионалов в сферу волонтерской деятельности, поскольку это огромный ресурс, и он не востребован был, но сейчас он востребуется стремительно, и, соответственно, он работает на благо всего общества. Поэтому я считаю, что мы можем смело сказать, что вот та структура взаимодействия, которая сложилась между институтами гражданского общества и государственными структурами, и сейчас уже бизнес приходит в этот процесс, это очень такая перспективная модель, которая, я думаю, будет развиваться дальше вот именно по тем рельсам, которые заложены уже сейчас. Волонтеры в области действительно порой делают невозможное, особенно это касается работы с особенными детьми. Подробнее давайте посмотрим в материале. На ногах не ролики, а супер-ботинки. Так Вова чувствует себя настоящим героем. Он особенный ребенок. К трем годам с диагнозом ДЦП научился ходить, кататься, пока из разряда мечты. Каждый маленький шаг для него уже большая победа. Еще нужно вбок немножко походить и отдохнем две минутки. Договорились? Да, Перь. Да, опять хорошо. Надеюсь, что у нас улучшится ловкость, прибавится сила. Ну, будет только положительная динамика. Дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна – все они могут пройти реабилитацию в рамках проектов «Лыжи и ролики мечты». Авторскую программу в Тюмень привезла волонтер Анастасия Левинова. Занятие круглогодичное. Все ради этих эмоций. Смотри на меня, Тюш. Молодец! Лыжи и ролики мечты – проекты об удаче и вере в каждого. Например, с помощью этого приспособления ролики становятся доступны даже тем, кто не умеет стоять. Результат налицо. Точнее, на лице у юных спортсменов. Многие дети уже встают самостоятельно. Два раза в неделю Идрис сам приезжает на занятия и без посторонней помощи выставляет себе конусы. Ой, как ничего не сложено. Все в порядке. Все получается? Да. Прямо с первого раза получилось? Да, да, с первого раза. Чтобы особенные дети научились держать равновесие, нужна комплексная реабилитация. На грантовые средства волонтеры приглашают преподавателей не только из Тюмени, но и Москвы. У всех, кто развивает проект, есть основная работа. И это дополнительная и добровольная нагрузка. На занятиях они рассказывают, какие упражнения можно делать, как правильно собрать и подогнать подросток специальные приспособления. А главное, как увлечь ребенка. Ведь от этого зависит и результат занятий. Ребенок приходит, мы смотрим его способности. От этого уже строится сам процесс занятия. Понятное дело, что мы, например, даем сначала простое упражнение. Если он с этим элементарно справляется, то переходим к сложным. Если же и простое, например, упражнение тяжело ребенку выполнить, то подбираются какие-то похожие упражнения для наработки техники особенной. Ну, особой техники. Детям, как правило, это нравится. Нравится скорость, нравится, что они что-то могут делать так же, как сверстники какие-то. Они сидят вот здесь скучно или занимаются каким-то скучным ЛФК. Здесь им уже весело, они вовлекаются. С помощью инструкторов сложная реабилитация превращается в игру. В нашем городе проект получает поддержку. И занятия дети посещают бесплатно. Многие остаются. Во-первых, любовью и улыбками. Мне кажется, этого достаточно, чтобы завоевать доверие ребенка. Если ребенок видит, что инструктор к нему открыт, он его любит, он его ждет, то и у такого ребенка возникает огромное желание прийти на занятия. И знаете, у этих детей неподдельные улыбки и эмоции. То есть это не подделывается, они не приходят и натягивают улыбку. То есть они радуются сами. Сегодня проект вновь стартует после пандемии. Этим летом на ролики встанут более 20 детей и волонтеры в 55+. А еще обучат новых инструкторов из Тюмени и Тобольска. Михаил, проект, который только что мы посмотрели, действительно, он заслуживает только добрых слов, я бы так сказал. Как вы считаете, вот поправки, которые сейчас предложили, как они отразятся на работе НКО, на волонтерстве, какую поддержку можете получить? Я считаю, что они носят системный характер, что важно. Потому что одна из базовых проблем, которая была у некоммерческого сектора на протяжении последних многих лет, сейчас она начала постепенно решаться, но до этого было еще далеко, это то, что как зачастую сами граждане, так и бизнес, например, он не воспринимал НКО, ну, вообще, так сказать. То есть что это за странные люди, которые делают какие-то странные вещи. Бесплатно. Да, бесплатно. Зачем вообще это все? Вот. И поэтому главной проблемой было то, что общественный сектор, я в этом глубоко убежден, он должен в перспективе быть равноправным партнером при взаимодействии государственных институтов и бизнеса, да, то есть то, о чем мы говорим, о социальном партнерстве. Только тогда лучшие стороны и бизнеса, и государства, и, собственно, общественного сектора раскроются. Вот. И очень не хватало, собственно, закрепления, да, закрепления некоммерческой деятельности, волонтерской деятельности, чтобы мы, как третий сектор, уже проявились институционально в основном законе. Поэтому на самом деле я думаю, что это такой большой шаг, если не сказать исторический шаг, в том плане, что теперь и бизнес, и граждане, они будут, читая основной закон, должен понимать, что есть НКО, что есть волонтеры, что это сектор, который нуждается в поддержке, но который сам может очень много дать обществу. Вот. Поэтому, ну, есть надежда, что закрепление в основном законе этих вещей, оно вот как раз поставит общественный сектор, некоммерческие организации в качестве равноправного партнера при взаимодействии. А это, надо отметить, мечта очень многих лидеров некоммерческих организаций. Поэтому мы очень надеемся на это. Мы связались с автором проекта «Лыжа мечты» Анастасией Левиновой. И она тоже поделилась мнением о том, во-первых, рассказала о нынешнем состоянии добровольчества и о том, какую поддержку сейчас они получают. Давайте посмотрим. Сегодня в Тюменской области у нас существует более 14 направлений добровольчества. Мне кажется, именно добровольчество или волонтерство, что, в принципе, одно и то же, помогает нам приобретать новые знания, опыт. А во многом кадровые резервы, основную даже, наверное, часть кадровых резервов составляют те люди, которые имеют огромный опыт в добровольческой деятельности. Если говорить о добровольчестве, то оно важно и значимо, наверное, не только для молодежи, а, в принципе, и для государства, для средств массовой информации. Важно оно и в сфере молодежной политики и образования. Безусловно, для самого гражданского общества оно важно. То есть и бизнес тоже начинает активно в этом участвовать и видит уже свои плюсы. Что касается поддержки волонтеров и некоммерческих организаций, то я думаю, что значимой поддержкой являются, во-первых, грантовые конкурсы, во-вторых, создание и развитие инфраструктуры, те же самые ресурсные центры организации, которые поддерживают инициативу молодежи, некоммерческих организаций, вообще добровольцев в целом, независимо от возраста, пола, профессии, направления добровольчества. Безусловно, у нас есть и поддерживается сообщество экспертов в сфере добровольчества. Имеется огромный опыт подготовки добровольцев в разных отраслях, в разных направлениях. И поддерживается морально, физически и даже методически деятельность волонтеров. И все это, мне кажется, именно благодаря поддержке государства и наших органов власти. Могу уверенно сказать, что во многом благодаря такой поддержке наша коммерческая организация «Подари ребенку праздник» активно реализует свою деятельность в данном регионе, в нашей Тюменской области. И благодаря такой поддержке у нас активно развивается проект «Лыжи», «Мечты», «Ролики», «Мечты». И теперь уже реализацию проходят не только особые детки, но теперь и наши друзья, коллеги, волонтеры 50+. С твоей стороны, благодарю всех тех, кто оказывает нам поддержку. И, безусловно, приглашаем всех к участию в наших социальных проектах. Продолжая разговор про поддержку, все ли перечислила, на что могут рассчитывать НКО и волонтеры? Ну, на самом деле, действительно, очень много было сказано, и это действительно реализуется и очень помогает некоммерческим организациям. Но я бы сделал акцент здесь прежде всего на том, что вот это внимание со стороны государства, общества, НКО, оно требует и от самих некоммерческих организаций, более высокого, как я уже говорил, уровня самоорганизации, компетенции. Поэтому сейчас, на мой взгляд, не менее важным, чем те меры поддержки, которые есть, и они потрясающе разнообразны, и они действительно эффективны. Очень важным является и развитие самих лидеров, самих гражданских активистов. И вот здесь образовательные, просветительские мероприятия, создание коллаборации НКО, да, то есть взаимодействие, их обеспечение взаимодействия друг с другом на базе ресурсных центров, на базе, например, Альянса социально ориентированных НКО, которые я представляю. Это очень эффективный инструмент для того, чтобы совместно решать проблему. У одного есть одни ресурсы, у другого другие. И объединяясь в проектную команду, некоммерческие организации могут достигнуть очень многого. И государство этому действительно способствует. Поэтому я убежден, что системность мер поддержки, это не просто гранты, да, или там какие-то отдельные мероприятия. Это диалог, диалог между властью и общественными организациями, между бизнесом и общественными организациями. И вот это, на мой взгляд, гораздо важнее, чем какие-то вот отдельно взятые гранты, другие меры поддержки. И этот диалог, он есть. И на самом деле, вот бурное развитие некоммерческих организаций, оно именно с этим и связано. То есть лидеры, представители НКО, они чувствуют, что их слышат, что к ним прислушиваются, их проекты поддерживают, их инициативы рассматривают и вовлекаются туда, как государственной структурой, так и бизнес-структурой. Вот, поэтому я думаю, что, как и говорил в начале, да, вот рельсы заложены, теперь надо по ним идти, и это ответственность и значимо участие всех сторон. То есть от НКО зависит не менее, чем от, допустим, поддерживающих организаций. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию и за содержательную, а главное, интересную беседу. Спасибо вам. А мы продолжаем. И сейчас с нами на связи член Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов. Павел Владимирович, здравствуйте. Мы знаем, что министры и силовики будут назначаться по итогам консультации с сенаторами, а как еще обновленная Конституция усилит роль Совета Федерации. Добрый день. Помимо упомянутых вами консультаций по назначению силовиков, предусматривается в том числе и, соответственно, назначение судей председателя Конституционного суда, заместителей председателя Конституционного суда, соответственно, то же самое председателя Верховного суда, заместителей председателя Верховного суда, судей Верховного Конституционного суда, опять же, соответственно, Советом Федерации. Предусматривается в том числе и процедура по лишению полномочий за поступки, порочащие честь и достоинство судьи по представлению президента, опять же, тех же судей. Предусматривается возможность Совета Федерации лишения неприкосновенности президента, который сложил свои полномочия, опять же, тоже Совета Федерации. То есть достаточно широкий спектр полномочий, идет усиление в целом роли парламента и Совета Федерации, и Государственной Думы. И это, конечно, очень важно. Поправки затронуты деятельность органов местного самоуправления, полномочий станет больше или наоборот? Ну, речь в поправках не идет о том, чтобы добавить полномочия. Наоборот, речь идет о том, что формируется как бы законодательно единая система публичной власти. То есть у нас сегодня местные органы местного самоуправления, они независимы. Но вот мы вводим понятие публичной власти, и все органы власти, они представляют собой публичную власть. Как правило, человек, когда приходит с кем-то встречаться, ему не важно, там, это федеральный, региональный или местный чиновник, ему важно, это все власть. Сегодня это приведено в соответствии, скажем, с пониманием гражданами, что такое власть. Будет публичная власть. И вот дополнительно гарантируется органам местного самоуправления то, что они не будут наделяться никакими полномочиями без денег. То есть говорится о том, что полномочия могут быть переданы только при, соответственно, наделении соответствующими финансовыми ресурсами для реализации этих полномочий. Что очень важно для органов муниципальных. И поэтому речь о дополнительных полномочиях на текущий момент, она не идет. И там мы в поправках фиксируем о том, что в пределах собственных полномочий они обеспечивают, соответственно, защиту здоровья граждан. Но, опять же, это происходит и на сегодняшний момент. Поэтому о дополнительных полномочиях до ОМСУ речи не идет. Что касаемо Тюменской области. Главы территории часто говорят, что законы должны применяться с учетом спецификации сибирской жизни. Вы согласны с этим? Ну, мы вообще согласны, естественно, Совет Федерации. Это орган, который представляет субъекты с тем, что во всех субъектах есть своя специфика. И, конечно, я не могу не согласиться с тем, что она своя специфика есть у нас в Сибири, в Тюменской области. И вот мы, когда обсуждаем любые, соответственно, проекты законов, мы смотрим, что можно отдать на уровень субъекта с тем, чтобы субъекты сами принимали соответствующие решения. Как правило, сегодня федеральный законодатель идет путем задания рамок от и до, а уже конкретные нормы определяет каждый субъект для себя самостоятельно. И, конечно, мы будем всячески дальше поддерживать эту линию. И, ну, если говорить простым языком, объяснять, например, введение запрета продажи алкоголя. Каждый субъект определяет самостоятельно время и порядок продажи такого алкоголя. То есть где-то он вообще практически запрещен, а там, да, сужено по времени совсем немного, где-то больше. Вот таким путем идем по другим законам. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что с нами на связи был член Совета Федерации Тюменской области Павел Тараканов. На этом наш телемарафон завершается. С вами был Евгений Сиземов. Эфир продолжит программа «Вечерний хэштег», в котором подведут итоги голосования по поправкам Конституции. До свидания. «Вечерний хэштег» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова